друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга урала чекалаев мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралки и сарафана не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои сегодняшний ролик уралки и сарафана уралка во всей красе да да стоит довольная счастливая давит свою улыбу и начала как всегда рассказывать сказки кстати название ролика мои парни дождались нормальной еды готовлю жаркое мне сразу по ходу пьесы хочется уточнить уралки а у тебя чё парни инвалиды они чё не в состоянии вообще ничего не приготовить одному же 12 лет здоровый лоб уже усы вовсю колосятся уже тоже вполне себе может что-нибудь приготовить элементарно даже творить какие-нибудь пельмени уралка же нам рассказывает сказки о том что у нее вся морозилка забита что-нибудь отворить пожарить какую-то яичницу хочу хотя друзья мои о чем это я говорю сарафан сам где-то только год тому назад научился жарить яичницу да вы не ослышались это они сами же и рассказывали и то не факт что научился потому что собственно то как он ее готовит жарит нам никто не показывал может конечно она и к лучшему но а что касается самого сарафана здоровый дядька который уже должен уметь и готовить и работать и делать абсолютно все чему его родители там учили я так понимаю вообще ничему кто-то скажет вот у них там свои законы слушайте не смешите меня он здесь живет уже дольше в россии по нашим законам нежели жил там у себя в кишлаке уже давным давно можно было чему-то хотя бы научиться любой мужчина абсолютно любой мужчина умеет что-то приготовить и не что-то а много чего всего хорошего и вкусного я не знаю у меня мужчины в семье все умеют готовить я имею ввиду и папу и мужа и брата абсолютно все и сколько раз я читала комментарии своих зрительниц на моем канале те тоже писали что мужья хорошо готовит и так далее даже если где-то кто-то не очень хорошо готовит я имею ввиду там мужчин да но они в любом случае элементарно мясо пожарить картошку пожарить господи да там я не знаю яичницу приготовить там пельмени купить отварить это справиться с этим абсолютно любой мужчина было бы желание но тут у уралки такое впечатление что она рассказывает про двух инвалидов которых срочно надо кормить потому что у них друзья мои ничего нет ни рук ни ног вообще ничего ну странно честно уже вот вот это вот даже вот слушать если честно неприятно как будто знаете одному три года и другому лет пять далее стоит и говорит ну как же не приготовить я конечно еще очень слабо ну да да она и заметно гогочит какой улыбается вовсю ну так слабо друзья мои так слабо вот прям знаете заметно сразу и говорит клядя на свой живут поправляет свой фартук ну не тот фартук который не болтается до колен да да до пяток да так вот а вот фартук который с перчинками и говорит ой смотрите как я схуднула и живота то нет уже ну да уралка а куда твой фартук живот делся мне просто интересно опять болтается до пятна до живота нет да друзья мои сходила в туалет покакала уж извините да как говорится высрала там она два килограмма три и все я говорит схуднула что-то уралка меньше ты не стала но правда сегодня сарафан постарался поработать с фильтрами естественно ведь надо друзья мои поддерживать историю о том что уралочка схуднула далее далее а что там было а уралочка как всегда начала рассказывать извиняюсь что не могла сказать что я заболела но часть людей знали вот слушайте мне очень интересно смысле часть людей знали твои полтора землекопа в телеграм-канале знали это ты считаешь часть людей а ничего так то что ты об этом должна была в принципе сообщить по крайней мере хотя бы сказать что ребят не теряйте меня я через какое-то время появлюсь не переживайте и это можно было сказать или выложить хотя бы как-то на ютубе потому что там у тебя основная часть твоего твоей зрительской аудитории да плюс там ты зарабатываешь деньги как ни крути часть говорит людей знали кто знал опять же ребят модеры знали админы знали в телеграм-канале но согласитесь как-то смешно ну и как всегда я извиняюсь что я не могла сказать так то есть она сидела в полуобморочном состоянии как она нам рассказывала она и у нее не было никаких сил у нее было очень низкое давление но силы находились на то чтобы переписываться в телеграм-канале спрашивать советы друзья мои у своих ведроголовых обожательниц да которые вообще никакого отношения собственно к этому вообще даже близко не имеют да то есть у них что есть медицинское образование или еще что то ну в общем на это силы у нее нашлись а вот сообщить своим основным зрителям на ютубе уралочки сил не нашлось они пошли бы они как говорится все в сад все свободны далее уралочка говорит ну пока у меня еще нет сил готовить там и есть какие-то сложные блюда ребята мне просто интересно что уралочка имеет ввиду от сложными блюдами неужели какой-нибудь тортик а-ля рыбка крекер или еще что-нибудь даже стало очень интересно короче все как всегда готовит еду и тут же рассказывает нам опять второй день подряд про свою тошноту замечательно далее дуня тут как тут ждет у от уралки мяско уралка поделилась с ней филешкой и говорит ой да ну дуня какая же ты толстушка стала скоро мол меня переплюнешь уралочка но это конечно зря дуне до тебя еще как говорится очень и очень далеко вряд ли она когда-нибудь сможет тебя переплюнуть но вы знаете уралка молодец она всегда за всеми видит какие-то косяки что-то еще и этот не такой и у этого там этот кривой этот косой этого нос длинный а это слишком там толстая так далее только почему-то за собой за своими в кавычках красавчиками вообще ничего не наблюдает одного клюв визит ниже причинного места она сама уж не про чью-то полноту ей собственно говорить да когда сама переплюнет всех вместе взятых одновременно далее далее уралочка говори опять ребята началась история история про то как сарафан ее бережет да да давайте вспомним сразу мне вот я сразу вспоминаю этот момент помните как с лопатой надо на даче несколько недель назад когда уралка говорит ой девочки всем желаю такого мужа он меня не заставляет ничего делать да сафарчик да вот и говорит не надо я сам буду снег убирать это не женская работа и в этот момент уралка получает от сарафана нет не лопаты по башке а лопату в руки ну собственно да так вот друзья мои сейчас она нам рассказывает о том как же ее сарафан бережет и говорит мне оля ты садись сиди будешь сидя все делать она говорит а ты-то типа вот сможешь постоять там помешать что-нибудь вот жаркое просто в кастрюле да там в сковородке он не знаю сомневаюсь что я с этим справлюсь уралка ты знаешь когда берегут близкого человека то сами взяли бы все и приготовили даже если мужчина приходит с работы вечером и то если у него там жена болеет или жена находится в больнице или еще что-то представляешь такое тоже бывает в жизни да мужчина готовит на всю семью и себе и детям и так далее а здесь у тебя о чем ты говоришь кто тебя бережут ты по твоим словам вчера еще только в обморочные состояния падала а сегодня тебя уже усадили поставили за камеру и ты опять готовишь жрачку запомни уралка если бы он тебя действительно берег он бы сам приготовил поесть либо сам бы что-то приготовил да опять же но ребята вы что вы что он же может только на камеру постоять две-три минутки в казане где-нибудь что-нибудь там попереворачивать а морковку там лучок все это ему должны почистить и порезать все это должна сделать уралка все ингредиенты должна приготовить уралка все всю черновую работу и грязную работу должна выполнить уралка так он ее жалеет так жалеет что даже тогда когда она присваивает ему чужие лавры да говоря о том что сегодня муж готовить свое блюдо свой там плов и так далее даже в эти моменты он и то ни черта не делает ну немножечко постоит возле плиты и что-то там помешает собственно на этом все поэтому странно говорить когда ты сидишь все делаешь и она говорит да да я могу там что-то порезать а ты справишься мол вот постоять это жарко и попереворачивать да он говорит не знаю сомневаюсь ребят я я в шоке у него две руки получаются конкретно и обе левые ну а далее далее уралочка рассказывает о том что как все хорошо с помощью говорит я говорит такие замечательные помощники с их помощью у меня все хорошо ну да и рассказывает о том как вот ей было плохо абдугани говорит представляете какой молодец ведь такой говорит маленький да вы не ослышались такой говорит маленький приходил из школы и всегда говорит задавал мне вопрос оля как ты себя чувствуешь а может быть себе чем-то помочь весь в своего папану тут тоже предлагает помощь и тут же говорит но правда я не справлюсь ну то есть ты сиди делай сама делай 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 все равно да но мне так интересно абдугани такой маленький уралка маленький можно сказать про ребенка трех-пятилетнего возраста ладно окей еще там про семилетнего возраста про двенадцатилетнего подростка у которого уже усы вовсю и который здоровый лоб сказать маленький но это как-то ну как-то это совсем не то это уже явно не маленький это уже не маленький ребенок и потом то что человек приходит да если вы как вы утверждаете живете под одной крышей спросить как ты себя чувствуешь но это ну это вообще правило хорошего тона точно так же как поблагодарить за еду сказать спасибо пожалуйста да либо поздороваться опять же это все правило хорошего тона и странно было бы если бы он у тебя вообще ничего не спросил учитывая что он живет в твоем доме вы живете вроде как ты говоришь живете вы семьей далее друзья мои у обдушки появилась новая друзья мои новые такие знаете темки да он у нас уже кем только не был и капитаном дальнего плавания был и ломоносовым был и вундеркиндом был друзья мои в общем кем только не был обдушка и уже что только не коллекционировал чем только не увлекался этот друзья мои ломоносов да шучу конечно же естественно но это так его прозвали тогда хомячки уралки мне не успел он только приехать из кишлака так вот и тут уже друзья мои то ножички собирал то значит там тоже какие-то блокнотики собирал то там значит солдатиков собирал теперь у него новая фишка он теперь бегает фикс прайс друзья мои и уралка говорит представляете сам сам побежал фикс прайс сам купил ручки уралка не смеши людей в 12 лет сам сходил в магазин и сам что-то купил но это действительно смешно дети семилетнего возраста ходят в магазин да и сами что-то покупают короче ладно ребята короче ладно обдушка начал заинтересовался вернее книжками уралочка это так рассказывает говорит да 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 вот скажи скажи что вот ты вот что вот это вот у тебя и говорит вы знаете вот купил одну книжку потом говорит пришел ко мне говорит оля а я хочу еще одну книжку купить ну у него мира никогда ни в чем он не знает да нет бы одну прочитать вторую потом приобрести нет обдушка я так понимаю еще ничего не прочитал конечно же и вряд ли прочтет да мы помним историю про аленький цветочек друзья мои которая так и осталась недочитанной которую читали все два года так вот и говорит он у нее спрашивает а можно вот дай мне мол типа денег на книжку она говорит так у тебя же бобик набит бобик копилка да на что обдушка сказал так а у меня там всего 250 рублей ну то есть этот такой еще знаете хмырь тот еще растет он еще папашку переплюнет уже по его повадкам видно да то есть все он просто так в магазин уралка что ты нам про него рассказываешь ты же нам говорила что он просто так даже в магазин в соседнем доме за хлебом не пойдет только если вы ему дадите какую-то сдачу да то есть если только вы еще дадите ему сверху денег чтобы он бросил в копилку короче обдушка решил по словам уралки теперь разводить уралочку на книжке и вы знаете мне так понравилось она говорит вот другие дети деньги спускают на всякую ерунду а наш обдугани занимается и увлекается и решил друзья мои покупать книжки уралка ну что покупают наши дети да другие как ты сказала дети тебе вообще ты знать не знаешь ну так на минуточку поэтому говори сама за своего вот этого товарища ты знаешь наши дети по два года в одном классе не сидят наши дети не бэкают и не мэкают два года просидел в четвертом классе все вот на этом все я понимаю что будет масса говна от хомяков уралки но так оно и есть я не собираюсь на черное говорит что это белое как я всегда говорила и на белое говорит что это черное у него сдвигов нет абсолютно никаких причем ребята я уверена что история с книжками придумана самой уралка скорее всего это было куплено либо кто-то еще там отдал либо кто-то присылал либо высылал либо сама уралка хорошо окей купила эти книжки они ему сто лет не нужны ему книжки нужны только такие про динозавров да где картинки смотреть понимаешь уралка литература тоже должна быть по возрасту не так что он у тебя увлекался книжечками для пятилетнего возраста в свои 12 лет понимаешь а литература должна быть по возрасту но как мне понравилось даже здесь сказала а вот у других дети да вот всякую херню покупают а вот он у нас книжки покупает уралка ты знаешь а вот есть такое прекрасное выражение которое кстати многих характеризует да вот я иногда смотрю некоторые вообще не понимают вот рассказываешь рассказываешь они что-то ничего не понимают да и уралкины хомяки которые бегают здесь так вот смотрю в книгу вижу фигу это вот как раз таки случай про обду для того чтобы ему что-то понимать ему нужно научиться для начала слышать слушать и разговаривать на русском языке но он так ничего не понимает даже сейчас по сей день в общем друзья мои продолжение следует пишите свои комментарии слушать Продолжение следует...